К 70-летию Победы и Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться на следующий год, на Марковском кладбище Иршкоролы будет благоустроен мемориальный комплекс. Войдет в свет и новая книга памяти, и, конечно, в Иршкороле, как и в тысячах российских городов, пройдет Парад Победы. Нынче всенародный праздник отметили с размахом. Помимо главного парада и многочисленных концертов, гуляющих по городу ждала и полевая кухня, а также праздничный, хотя и немного скромный, фейерверк. Подробности в нашем материале. Своя ноша не тянет, говорит Михаил Яковлевич, и раз в год надевает увесистый парадный пиджак. На груди ветерана Великой Отечественной 27 медалей орденов. Самые ценные – медали за боевые заслуги, за победу над Германией и Японией. Его отправили на фронт 18-летним мальчишкой, вспоминает. Был сентябрь, практически начало учебного года. Я работал учителем и как раз шел в четвертый урок по расписанию. В 8 классе я физику преподавал. И принесли мне повестку – через 4 часа быть в инкомате. Вот с этого и началось с сентября 1941 до сентября 1945. Стрелковый полк, куда попал тогда еще просто Миша, был в составе Западного фронта, которым командовал сам Жуков. Бои шли тяжелейшие. Здоровье юноши быстро подкосилось. Целый месяц он пролежал в госпитале. Как только встал на ноги, говорит – повезло. Отправили на Дальний Восток. Там Михаил Зяблицев служил артиллерийским инструментальным разведчиком. Там же встретил День Победы. Долгожданную новость передали утром по радио. Неописуемая радость, волнение всех охватила. Меня особенно, потому что ведь я особенно ждал эту победу. В этой войне у меня отец погиб и два старших брата. Старушка-мать, сестренка маленькая. Три маленьких племянника, вот один меньше другого. Это была моя забота. И, конечно, я радовался тому, что остался жив, и что я смогу и маму, как говорят, допыть, докормить, и ребятишек поднять на ноги. Время! 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 Равними на право! Шагом! Марш! Время! 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 Боевого дежурства. Механизированная часть парада была одной из самых зрелищных. В составе пешей колонны не только воинские части Ишкаролинского гарнизона, но и сотрудники правоохранительных органов, учащиеся кадетских классов. Всего в парадных расчетах приняли участие около полутора тысяч человек. Еще почти две тысячи гражданских впервые в Мариел сформировали свой бессмертный полк. Всего 88 рядов. В его составе те, кто не поленился найти фотографии своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. По планам Миноборнауки Мариел, которая выступила организатором этой акции, бессмертный полк примет участие в параде и в следующем году, на 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Фотографию несла своего прадедушки. Он прошел всю Великую Отечественную войну, воевал в Сталинграде, освобождал Сталинград, получил орден красной звезды. Пришел с войны и жил еще до 86-го года. К 70-й годовщине планируют благоустроить и воинские захоронения на Марковском кладбище Ишкаралы. Работы начнутся уже в этом году в едином мемориальном комплексе. Здесь шесть братских могил. Рядом с плитами, где сейчас увековечены 800 имен, установят новые. Еще как минимум с двумя сотнями фамилий, которые удалось добыть у прошлого. Помимо организации экспедиций, участники поискового отряда ДЭМОС ведут постоянную работу с архивами Министерства обороны страны и архивами Германии. Уже к осени в свет должна выйти вторая книга памяти, в которой будет около 2000 фамилий наших земляков, которые все это время считались пропавшими без вести. Здесь у нас на Марковском кладбище теперь есть и могилы неизвестных солдат, которые погибли именно в 41-м году, защищая нашу родину, защищая Москву. И вот четыре года назад сюда вот трех солдат мы привезли. Вот здесь я с радостью вижу Маргариту Георгиевну, дочь этого солдата, которого мы сюда привезли. И вот даже по ней видно, насколько для нее это было важно, когда ее отец спустя столько лет вернулся домой. Тогда еще и из Марийской АССР на фронт ушли более 130 тысяч человек. Не вернулся с полей сражений практически каждый второй. С 2010-го в Морел активно начала действовать программа, направленная на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. По данным регионального Минсоцзащиты, жилищные субсидии получили более 2700 человек. Это и ветераны, инвалиды войны, вдовы погибших. Вечная память тем, кто отстоял нашу свободу и нашу жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, тем, кто ковал победу в тылу. Наш долг – помнить это, не забывать и передать поколениям тот, наверное, трепет и неповторимое чувство, которое мы испытываем в День Победы. Я из семьи фронтовиков и всегда День Победы был священным, святым праздником в нашей семье. Мы не только его отмечали, но наши деды, родители передавали эту традицию, наверное, самую святую традицию. Поэтому в этот день я хочу поздравить семьи всех жителей республики с Днем Победы. Особо хочу поблагодарить и пожелать личного благополучия и счастья и удачи ветеранам, дружникам тыла. С праздником! Поддержка ветеранов может быть не только со стороны власти. Так, например, в День Победы организаторы одной из групп в социальных сетях предложили абсолютно бесплатно помочь подвезти ветеранов домой после торжественного приема. Желающие помочь среди ишкоролинских автолюбителей нашлись. День Победы – праздник народный. Георгиевские ленточки, как символ памяти, пестрили практически на всех центральных бульварах и площадях города. Когда над головой мирное небо, мы можем строить планы на будущее, благодаря тем, у кого за плечами фронтовое прошлое. Мы родную землю защищаем, каждый маленький клочок, и не даром курим на привале боевой наш табачок. Эх, Махорочка, Махорка, породнились мы с тобой, даль глядя до зор и зорка, мы готовы в бой, мы готовы в бой. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.